Всем привет, ребята! Меня зовут Компот, и сегодня я вам покажу, что находится в моём рюкзаке, какие предметы у меня лежат и чем я пользуюсь. И я покажу вам это не только в Майнкрафте, а ещё и в реальной жизни, так что смотрите это видео до самого конца. Многие из вас могли не заметить, ну да, это действительно так, я ношу с собой рюкзак и довольно-таки часто просто его не показываю. Ну, как бы, смысл, да? Там просто лежат предметы, которые мне необходимы для съёмки, ну и как бы для жизни, да? И давайте начнём с Майнкрафта, потом я покажу, что лежит у меня в реальной жизни в рюкзаке. Ну что ж, поехали! Да, как вы можете заметить, у меня вот такой вот красивый красно-голубой рюкзак, к сожалению, в реальной жизни я такой не нашёл, но в Майнкрафте имеет место быть. И открываю я его, и вот такие предметы лежат у меня в рюкзаке. Давайте пройдёмся по порядку. Первое, это, естественно, видеокамера, ведь я всегда с собой ношу видеокамеру. А почему? Потому что я ютюбер-блогер, вроде так. Я без камеры никуда, потому что, ну, снимать что-то надо постоянно, в деревне вечно что-то происходит, поэтому камера с качественным микрофоном, с хорошим объективом и крепким штативом мне самое то. Чтобы снимать видео, поставить, что-нибудь записать, короче, вещь действительно полезная. Но это ещё не всё, что лежит в моём рюкзаке. У меня ещё кое-что есть в рюкзаке, ребята, и сейчас вы это всё увидите. Итак, поехали смотреть дальше. Второе, это ноутбук. Я терпеть не могу, если честно, ноутбуки. Мне больше всего по душе компьютер, потому что ноутбуки, мне кажется, это неудобно. Но не всегда я могу с собой таскать огромный, сколько, 25-килограммовый компьютер, поэтому да, я иногда таскаю с собой ноутбук, чтобы залить какие-нибудь видео. Например, когда я в поездке или когда я не дома. Очень важно, вы знаете, видео у меня выходит абсолютно каждый день, я не пропускаю ни одного дня. Поэтому ноутбук всегда у меня и доступ к интернету у меня всегда есть. Короче, я всегда, ребята, на связи. Я всегда в сети. Идём дальше. Что у нас? Ну, естественно, деньги. Куда без денег? Немножко денег пригодится. Ношу всегда с собой такую небольшую заначечку, чтобы была. Дальше. Вот такой небольшой блокнотик, чтобы что-то записать, что-то пометить и так далее, и тому подобное. Ну, вещь полезная. У меня в реальной жизни даже где-то такой был, но я его, к сожалению, потерял. Поэтому да, вот такие вот делишки. Дальше это, ребят, ну это вот, это моя кофточка, да. Ну, как вы можете заметить, она прямо сейчас на мне. Вот у меня красно-голубая кофточка. Она прямо сейчас на мне. В реальной жизни у меня есть такая же, и вы можете тут все приобрести. Вот такие вот дела. И давайте покажу, что ещё у меня есть. Ну, мотыга, это понятно, потому что я деревенский фермер. Всегда с собой ношу мотыгу, чтобы вот так вот быстренько сделать огороды, вырастить себе, покушать и похавать. Вот бы в реальной жизни было бы всё так же проще. Дальше. Кепочка-вертолётик. Не спрашивайте, зачем, просто она прикольно может делать так. Ну, короче, вы меня поняли. Я тут не буду, знаете, шутки шутить. В общем-то, вот такая вот дурацкая шапочка. Она довольно-таки прикольная. Очень весёлая, всех веселит. И мне тоже нравится. Можно высоко забираться вот так вот, например, на фонарь, а с фонаря на крышу. Вот такой вот я роман-паркурщик, представляете, да? Это, естественно, ещё и не всё. Ну, ребят, естественно. Второй. Это очки. Очки я ношу с собой не потому, что у меня плохое зрение, а потому, что они прикольные. Со зрением у меня, благо, всё в порядке. Я надеваю их, и вау! Они всё переворачивают вверх ногами. Весь мир. Господи, как управляете? Ай, я с крыши упал. В ноге, конечно, больно, но я не понимаю, где мои ноги. Потому что, блин, меня что-то укачивает. Началось сейчас. Погодите, давайте-ка я это снимаю. Хух. Вот так-то стало получше, да, ребята? Это ещё раз надеваю, блин, ну, смотрится, конечно, прикольно. Смотрится эпично, только в таких очках далеко не уйдёшь. Потому что, ну, блин, ну, максимально неудобно, согласитесь со мной. Но выглядят зато забавно, и это их самый главный плюс. Ладно, давайте всё-таки будем их снимать, потому что всё, невозможно в них целый ролик ходить. Это можно с ума сойти. Так, давайте всё на место верну. То, что уже посмотрел. И последнее, это баночка компота. Ребят, ну, компота выпить, как бы, за благое дело. Это, знаете, это благое дело, реально. Смотрите, вот я просто выпиваю баночку компота, и он нереальный. Даёт мне много-много крутых и положительных эффектов. Правда, я становлюсь немного невидимым. У меня один лишь рюкзак летает. Но это забавно, знаете, под деревню такой летает рюкзак компота. Короче, попить всегда с собой таскайте. Попить это важно. Компотика, водички, чё угодно, в принципе. Вот такие вот дела. И, в принципе... Господи, давайте я с невидимости выйду, а? И, в принципе, всё, как бы, да. Я показал вам всё, что я таскаю с собой в Майнкрафте. В принципе, ничего такого секретного, интересного и крутого вы здесь не увидели. Просто такой интересный факт, такой, знаете, лайфстайл, так скажем. Просто решил, как бы, поделиться с подписчиками вот такой вот информацией. Ну, а теперь давайте перейдём к чему-нибудь более интересному. А именно, к реальной жизни. Что же я ношу в рюкзаке в реальной жизни? Так, мне нужно его для начала найти. Ааа, я не понимаю, почему я такой синий? Что со мной не так? Да ладно, всё со мной нормально, это просто освещение. Ну, чё-то оно какое-то глупое. Надо лампочку поменять, короче. Вот что я считаю. Ладно, это не самое важное, ради чего мы здесь все собрались. Мы здесь с вами все собрались ради того, чтобы узнать, что лежит у меня в рюкзаке. Вот он, вот он этот рюкзак. И там лежат предметы. Всё, на этом всё, всем пока. Ладно, на самом деле, это шутка. У меня несколько рюкзаков, я их меняю там по различным целям. И у него есть два отсека, это большой и маленький. Давайте я вам покажу, что я ношу, например, в большом отсеке. Итак, в большом отсеке у меня находится... Ладно, конечно же, я не сумасшедший. Я не ношу его с собой, просто... Чувак, ты чё не в фокусе-то? О, всё, теперь... Да господи. Ладно, какашечка, не расстраивайся. Всё нормально, всё хорошо, никто тебя не обидит, правильно? Ребят, ну он же добрый, красивый. Ну, поставьте лайк за него. Ну, хочет он лайк-то как бы. Мне не надо, вот ему надо. Так, ладно, естественно, это была шутка. Ха! Я это не ношу с собой. Точнее, вот это. Итак, поехали. Что у меня лежит в большом отсеке действительно? Во-первых, это ноутбук. Да, я, как и в Майнкрафте, ношу с собой ноутбук постоянно, потому что мне нужно что-то загрузить, залить и прочее. Но, как я говорил ранее, этот ноутбук мне вообще не нравится. Я, наверное, его продам, поэтому хотите купить, пишите. Потому что с ноутбуком, ну, что-то мне не очень нравится. Наверное, лучше собрать маленький компьютер и с ним уже ходить. Но, хотя это тоже не очень удобно. Короче, блин, тут как бы одно из двух. Кому что нравится? Это ещё не всё. Потом, естественно, у меня с собой, господи. Естественно, я ношу с собой наушники. Вот они. Большие наушники, всегда удобно, всегда хорошо. Я ношу с собой дофига кабелей там всяких зарядок и прочее-прочее для всех своих устройств. Вы уж извините, что я в кадре рюкзак не показываю. В принципе, он и нафиг не нужен. Главное, что лежит внутри. Да, обзорчик я, конечно, фиговый. А, ещё очень важная прикольная вещь. Я ношу с собой вот такую вот маленькую капсулу. Не знаю, вы её видите. Во, вот, смотрите. Это, короче, специальный трекер, который показывает всегда, где лежит мой рюкзак. Я его просто так беру, хоп, в рюкзак засовываю, и он лежит в рюкзаке. И даже если мой рюкзак пропадёт, я буду знать, где он находится. Дома или всё-таки я реально его где-то оставил. Следующее, что я ношу с собой, это, естественно, очки. Очки, ребятки, это важно. И очки не те, которые делают зрение лучше. Как я уже говорил ранее, у меня всё нормально со зрением. А вот такие вот солнцезащитные. Я их использую довольно-таки часто. А вот так я их использую, когда, например, еду на велосипеде и не хочу, чтобы мне мухи в глаза летели. То есть, довольно-таки удобно, я считаю. Да, я не ношу с собой чайник, я не ношу с собой тостер. Но давайте теперь перейдём к маленькому отделу рюкзака. Что у меня лежит здесь? Здесь у меня лежит парочку документов, ну, короче, чтобы всё было, знаете, при себе, короче. И вот только не надо говорить, что я это всё потеряю и буду потом восстанавливать. Не надо. Дальше вот такая вот, как это называется, не знаю, визитница, не визитница. Тут, короче, всякие визитки, пластиковые скидочные карты и прочее, прочее. Ещё одни наушники. Не знаю, зачем мне ещё одни наушники, но эти поменьше, эти побольше. Осталось только средние купить. Ну и, в принципе, последние это ключи от машины. Всё, больше ничего у меня в рюкзаке полезного не лежит. Короче, ребят, я тут уже собирался заканчивать. Думал, всё, уже обзор закончен. Но чем полезны эти ролики? То, что я могу найти то, что давно потерял. Короче, я нашёл ещё два предмета, сейчас покажу. Во-первых, я нашёл свою ручку, которую очень давно потерял. Вот, смотрите, вот такая вот крутая, красивая ручечка. Интересный факт, ребята. Она, между прочим, перьевая. Вот такая вот красивая, офигенная. Чпуньк, вот так вот делается, вот, дарю. Нет, не отдам, она мне ещё пригодится. Ну и ещё я нашёл маленькую экшн-камеру. И я вас сейчас тут всех поснимаю. Ставьте лайки, давайте. Я помню, раньше на неё снимал. Очень удобно так, хоп-хоп-хоп, ходишь, снимаешь. Но теперь у меня есть большая, вот такая полноценная камера. Ну, вроде всё. Теперь вы знаете обо мне всё. Никому не рассказывайте, пожалуйста. Вот такая вот история. Надеюсь, вам понравился небольшой обзорчик от Романа. Чё у меня лежит в рюкзаке. Я думаю, это было прикольно. Если вы хотите больше всяких интересных обзоров, более детальных, это я просто так решил вам показать. Поэтому, если вы хотите какой-то более большой обзор, например, на студию, где я сейчас нахожусь, где я сейчас всё снимаю, смотрите, какой у меня красивый задний фон. Короче, хотите больше видео с камерой, больше каких-то лайфстайлов, а не Майнкрафта, то пишите в комментариях. В принципе, я не против, да. Что ж, а мы перемещаемся в наши родные просторы, а именно в Майнкрафт. Жители, я тебе говорю, морковка нормальная, вообще бери, не пожалеешь. Такой супец забабахаешь. Ой, подписчики пришли. В общем-то, ребята, вроде мы на всё посмотрели, да? Мы, получается, посмотрели и на мой рюкзак в Майнкрафте. Посмотрите, какой красивый. Сзади меня висит. И на мой рюкзак в реальной жизни. Не такой красивый, но тоже имеет место быть. Главное теперь не потерять всё, что я вытащил из рюкзака. Именно камеру, ноутбук. Иначе как я буду снимать и заревать свои видео? Останетесь вы без видео. Да ладно, шучу. Если вы хотите больше таких каких-то, знаете, лайфстайл видео, а не только с Майнкрафтом, как бы, знаете, больше с моим лицом, больше с камерой, то пишите в комментариях. А у меня вообще есть целый плейлист, как бы, да? Там ролики с моим лицом, с камерой, все дела. Поэтому переходите и смотрите. Ну, а с вами я прощаюсь. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Типичная моя фраза. Ребята.